Добрый вечер! Всем добрый вечер! В эфире программа «Культурный код». Приветствую всех, кто слушает нас на радио Абакан и кто смотрит нас на телеканале Абакан24, а также в социальных сетях. Сегодня у нас в гостях лауреат премии главы Абакана работающей молодежи в номинации за высокие профессиональные достижения в области образования и науки Артём Андреевич Панарин, учитель русского языка и литературы гимназии Абакана. Добрый день! Здравствуйте! И, конечно, его ученики. Первая к нам присоединилась Полина Экерт. Правильно, Полина? Правильно. Да. Полина, здравствуй! Артём, здравствуйте! Здравствуйте! Рады, что вы пришли к нам. И, Артём, давайте начнём с того, что у нас делает Полина. Представьте свою ученицу. Полина ученица 8 класса, уже 8 класса. Очень талантливый ребёнок. И особенно ей здорово удаётся прочувствовать произведение, прочувствовать стихотворение, его, скажем так, по тексту увидеть. И от этого, от того, что она так хорошо чувствует текст, она может это переложить на устную речь, то есть в роли чтеца выступить. И причём этот чтец будет украшать свой текст, скажем так, эмоциями, очень эмоциональными. Не отстранённо читать. Не отстранённо, да, именно проникновенно. И Полина сегодня пришла к нам с «Балладой матери» Дементьева, очень известное стихотворение. И как его Полина читает, наверное, не читает никто. Мы с ней уже победили в республиканских нескольких конкурсах, в том числе совсем недавно прошёл конкурс чтецов в рамках катановских чтений «Классика и современности». И первое место мы получили. Здорово, да. Ученицы 7 класса участвуют в катановских чтениях, да? Да. И побеждает. И побеждает, да. Это уровень, да. Мы же годно участвуем в конкурсах на самом-то деле, и наших муниципальных, и республиканских, конечно. К сожалению, Полина к нам ненадолго совсем присоединилась, поэтому давайте не будем откладывать в долгий ящик её исполнение. Полина как-то настроилась, готова? Хорошо. Я предлагаю, да, так здорово, когда в эфире звучат стихи. Тем более «Баллада о матери», я думаю, все её знают, помнят. Всё, Полина, тебе слово, пожалуйста. Хорошо. Мальчиков безусых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик. «Алексей! Алёшенька, сынок!» Словно сын её услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать, закрыть его с собой. Всё боялась, вдруг он упадёт. Но сквозь годы мчался сын вперёд. «Алексей!» – кричали земляки. «Алексей!» – просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алёшенька, сынок!» Словно сын её услышать мог. Дома всё ей чудилось кино. Всё ждала вот-вот сейчас. В окно посреди тревожной тишины Постучится сын её с войны. Благодарю. Потрясающая сила, потрясающего произведения литературы. Действительно, до мурашек. Полин, спасибо. Я понимаю, почему ты победила. А почему именно это стихотворение? Как так получилось? С этим стихотворением я выступаю уже неоднократно, уже на протяжении двух лет. И именно оно приносит мне призовые места. Это стихотворение выбрала для меня мама. И как бы мама выбрала стихотворение для мамы. Для мамы. Ой, про маму, извиняюсь. И эмоции матери я могу прочувствовать, потому что она обрела надежду, посмотрев этот фильм, что её сын остался жить. И каждая мама, наверное, во времена войны ждала своего сына и своего мужа с нетерпением. И когда обретаешь эту надежду, просто хочется плакать. И эмоции зашкаливают внутри. Ну да, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, мы в эфире. Здравствуйте, Алина и Артём. Меня зовут Игорь из Москвы. А кому вы посещаете посещение? Главное, не расстраивайтесь вы так, когда читаете, ладно? Спасибо большое за участие в программе. Есть кто-то, кому эти стихи ты адресуешь? Эти стихи… Ну, прежде всего, наверное, потому что тебе помогла мама, ты адресуешься к маме. Скорее всего, да. Потому что мама очень эмоциональный человек. Я её безумно люблю. И она всегда, когда что-то смотрит такое трогательное, когда что-то такое трогательное слушает, я её эмоции пытаюсь передать. И это мне очень сильно помогает. Здорово. Действительно, на уроках литературы, когда мы обсуждаем многие произведения, которые касаются и братьев наших меньших, мне почему-то вспомнилось, да, Полина, мама тоже. И я с мамой всегда солидарен, на самом деле. Это здорово, когда такая связь между родителями и детьми, на самом деле, это очень ценно. Ну вот, Артём Андреевич, скажите, как у вас вообще складываются отношения с родителями учеников, раз уж мы об этом заговорили. Вот у нас сейчас там, блин, паники, да, так сказать, возле студии сидят двое родителей. Вечер, четверга, дождь, они пришли поддержать детей, поддержать вас. Как у вас отношения с родителями? Довольно позитивно. Я классный руководитель уже второй год. И с родителями класса у меня тоже очень хорошее взаимоуважительное отношение. Не могу припомнить ничего, знаете, такого неприятного. Но поддержка ощущается? Поддержка, конечно, конечно, да. Помогают в воспитании детей и в учёбе? Очень ответственно относятся, на самом деле, к тому, как воспитаны их дети, к тому, как учатся дети, да. И это ощущается, и на самом деле, когда я пришёл работать первый год в школу, эта поддержка ощущалась, в том числе и от родителей. Может быть, она какая-то такая незримая, скажем так, но, тем не менее, ощущается, особенно Валина из пятого класса учу, и её класс, собственно говоря. И так как дети растут, а ведь дети – это зачастую отражение родителей, семьи, того социума, в котором они воспитываются, растут. И могу сказать, что у меня классы просто потрясающие, и родители там великолепные. Валина, гордишься своим учителем, что он получил такую высокую награду. Конечно, горжусь, безусловно, потому что этот учитель вкладывает знания, это просто бесценный опыт. И то, что мой учитель получил такую престижную, так сказать, награду, это очень радостно за него. Он огромнейший молодец. Полина, пока ты не ушла, скажи, а что тебе больше всего нравится на уроках Артёма Андреевича? На уроках Артёма Андреевича, наверное, то, как преподносит тему урока и то, как преподносит вообще в целом урок Артём Андреевич, мне очень нравится. То, как он рассказывает, допустим, вот на уроках литературы про различные произведения писателей, то, как вот мы читаем, вот мне очень нравится. Ну, то, что ты любишь литературу, я поняла. А насчёт русского языка? Насчёт русского языка, скорее нравится то, как преподносит в плане того, что, допустим, понимание каких-либо правил, понимание каких-либо алгоритмов, заучивание русского языка. То есть всё легко? Русского языка, да. Всё легко и понятно. С таким учителем всё легко и постижно. Очень интересно. Про тайны мастерства мы я с вами ещё, Артём Андреевич, поговорим попозже, потому что нам нужно отпустить скоро Полину, и ещё бы хотелось задать несколько вопросов ей и вам вместе с ней. В каких конкурсах вы участвовали и в каких побеждали, кроме вот этих катановских чтений? Ну, за эти годы перечислить на самом деле сложно. Очень сложно, их было очень много. На самом деле, да, мы участвовали и в межрегиональном конкурсе. Поконимся великим тем годам, насколько мне ошибаюсь. Да, я с книгой «Открываю мир», где Полина третье место занялась своим стихотворением. Да, мы участвовали, в самом деле много, где просто такой вопрос. С пятого класса всё не припомнишь. С пятого класса, да. Ну, Полина, а тебе что больше всего запомнилось? Больше всего запомнилось, скорее всего, вот недавно был фестиваль «Конкурс письмо в будущее». Там мы писали сочинения про своих прадедов. И, то есть, когда я писала это сочинение, я тоже вот как и мама, очень чувствительный человек, я прям плакала, когда его писала, и также вот с ним заняла первое место. Действительно, там очень сильная работа, очень сильная. Почему? Почему-то я не подумал, что можно её было бы прочесть. Можно было бы, да. Да. Конечно, можно было бы. Но когда талантливые дети, когда они пишут хорошо, когда сами стремятся, ну, конечно, и ты с ними заряжаешься этой энергией. Ну, просто расцветаешь. Другому не скажешь. Ну, и очень интересно общаться с учителем через его учеников. Поэтому опять вопрос с Полине. Зачем нам нужна литература в современном мире? Литература нам вообще? Безусловно, нужна. Нам нужно читать произведения различных поэтов. Это пригодится нам в жизни. То есть, допустим, вот рассказы автографические различных поэтов. Мы как бы набираемся жизненного опыта, и потом он нам пригождается в жизни. А Евгения Онегина уже изучали? Я не помню. Это девятый класс. Нет, ещё, конечно. Это девятый класс. Просто однажды разговаривала с подругой, и она сказала, я бы, наверное, была чуточку счастливее, если бы не прочитала эту грустную историю Татьяны. Как думаете, есть такие произведения, которые лучше, может быть, не изучать в школе, может, оставить их на попозже. Вот у тебя, Полина, было какое-то такое, что подумала, нет, я бы, наверное, это попозже прочитала, сейчас не хочу. Или всё хорошо, всё здорово. То, что дают в школе, нужно читать обязательно. Поэтому это обязательно к прочтению. И, значит, учитель посчитал нужным дать это стихотворение или тот же самый рассказ, что, значит, он нам пригодится на уроках тех же самых. Вот. Я думаю, что все произведения, которые есть вообще в школьной литературе, их нужно обязательно прочитать. Это вот у нас программа называется «Культурный код». Те произведения, которые мы проходим по школьной программе, составляют культурный код нашей нации. Без знания этих произведений нации говорить уже не приходится, наверное. Но это довольно глубокий вопрос, конечно. И так, мы по верхам идём. «Культурный код, давайте копнём». Да, ну, Полина, спасибо тебе за твой ответ. И давай, наверное, тебя уже отпустим, потому что тебя ждут родители. Спасибо большое. Вам было очень приятно побывать здесь. Это огромная честь для меня. И это, так сказать, останется, отложится в моей памяти. Я надеюсь, что ты когда-нибудь тоже окажешься на месте Артёма Андреевича и тоже получишь премию мэра. Всё, спасибо тебе. До свидания. Можно вам пожать? Конечно, можно, да. Всё, до свидания. Выходи и к нам присоединится сейчас второй ученик Артём Андреевич. А это Егор Горяев. У него, я так понимаю, будет вообще классный сюрприз. У него будет книга. Пока к нам идёт Егор, я давайте расскажу для тех, кто смотрит нас на телеканале Абакан24 и в социальных сетях, что у нас сегодня на экранах. На экранах у нас сегодня ромашки. Ромашки знаменитого Алексея Сергеенко. Этот принт очень часто можно видеть. Он есть и на троллейбусах, и на БМВ. И вообще очень известен. Я думаю, многие его замечали и на шоколадках в том числе. Это санкт-петербургский современный художник. Он йог, меценат и занимается современным искусством. Итак, к нам присоединился Егор Горяев. Здравствуйте. Здравствуй, Егор, ещё раз. Артём Андреевич, зачем к нам пришёл сегодня Егор? Расскажите, представьте своего ученика. Ну, Егор ещё один из многих талантливых моих учеников. Егор... Мы с Егором приготовили стихотворение на конкурс «Проба пера», Всероссийский литературный конкурс «Проба пера». Егор сам его написал. Мы, конечно же, с ним ещё редактировали, подгоняли его, скажем так. На самом деле... Ну, я думаю, что пускай Егор сначала прочитает, а потом мы, может быть, поговорим. Сегодня вечер поэзии, и это здорово. Мне нравится, когда звучат стихи и песни у нас в эфире. Пожалуйста, Егор. Взгляд в облака. Задумчивый малыш, что ж ты тут сидишь? Я смотрю на облака, вдруг кто-то смотрит свысока. Если кто-нибудь посмотрит, я к ребятам побегу. О небесной той находке всем друзьям я расскажу. Пусть завидуют ребята. Ну, а что? Моя взяла. Станут тоже вечерами со мной смотреть на облака. Вот, в один прекрасный вечер я смотрел на облака. Вижу вновь в высоком небе кто-то смотрит свысока. Он похож на человека, только лик не разобрать. Побегу-ка я до дома, посвящу в проблему мать. Маме в красках и рассказал я то, чем меня небо напугало. Только мама мне сказала, сказок страшных читал мало. Маме я тогда поверил и пошел спокойно спать. А наутро вышел из дома и снова вижу с неба взгляд. Я иду спокойно, ровно, а глаза за мной следят. Только я остановился, взгляд мой в небо устремился. Вижу я раскол в твердыне. И из этого раскола показалась вдруг рука. Та рука меня хватает, резко в небо поднимает. Высе на меня несет и бросает. До земли чуть-чуть осталось. Вдруг проснулся наш малыш. Что же ты все здесь сидишь? Я смотрю на облака. Вдруг кто-то смотрит свысока. Кольцевая композиция. Да, кольцевая композиция. Очень понравилась строчка «Я иду спокойно, ровно». Просто за мурашек. Мне кажется, что вы Яковский. Да, что-то есть такое. Вот именно от поэтов Серебряного века. Как тебе удалось написать стихотворение? Что тебя вдохновило? Вообще, так получилось. У нас был открытый урок русского языка и литературы. И нам дали задание сочинить четверостишья. Но я сочинил немного больше. Перевыполнил задание. И меня заметили, так скажем. Что во мне есть что-то такое. Да, Егор может писать и пишет. Вы знаете, когда мы сочинения пишем. Это песня. Да. Егор всегда нестандартно подходит к написанию сочинений. Но Егор и сидит дольше всех на самом деле. И всегда выверяет свою работу. Мне нравится, когда именно так подходит к своему труду. Может быть, скрупулезно, скажем. Именно так. Вот Егор и творчески, и одновременно, как математик, может быть, все высчитывает. Учитывает. Это замечательно. Ну, говорят, что музыка же тоже математика. Может быть, в литературе тоже что-то есть от математики. Может быть. По крайней мере, размер стиха, да? Он же очень ритмичен и тоже похож на музыку. Да. И в этом мы нашли аналогию с математикой только что. Расскажите, что это за книга? Ну, я вот так вот покажу, не знаю. Да, да. Так видно будет. Хорошо. Исследуй тропы мира. Это сборник, где опубликованы победители конкурса «Проба пера». Это у нас год сейчас, надо подглядеть, 2021 год. В прошлом году. Да, именно в том году ее опубликовали. То есть Артем Андреевич получает премию главы города, а дети в это время публикуются уже и побеждают во всероссийском конкурсе. Да, это всероссийский конкурс. Расскажите подробнее об этом конкурсе, потому что, честно говоря, у меня не очень в голове укладывается, как ученик седьмого класса может попасть в книгу. Может быть, я не права? У меня в этом году двое учеников, тоже их опубликовали. Но им привет мы передадим сегодня. Да, конечно, передадим. Можем прямо сейчас передать, если хотите. Это Ева Яковлева и Алексей Карамонов, тоже очень талантливые ученики, которые могут писать, которые чувствуют слово. И мы тоже их опубликовали, не стали победителями, их опубликовали в сборнике литературного конкурса «Проба пера». Конкурс проводит Омский госуниверситет. И в этом конкурсе несколько номинаций проза, поэзия, журналистика и отдельно для учителей. И я на будущий год тоже обязательно отправлю свою работу туда. И из всех, кто участвовал, из Хакассии тоже немало, на самом деле, участников. У нас в гимназии, не только у меня, и у моих коллег тоже есть дети, которых опубликовали. Это всегда приятно. Особенно, когда достойная эта работа. Где-то познакомиться с этой книгой можно в библиотеках? Она в интернете есть в электронном виде. Ее можно увидеть. Можно ее прочитать именно на сайте «Проба пера». Сейчас все переходит в электронный формат. Я только недавно сделал операцию на глаза, и мне не задало читать. Думаю, о чем мне заниматься? Я решил послушать аудиокниги. Никогда не слушал аудиокниги. Я больше визуал. Мне намного приятнее видеть текст, работать с ним. Всегда что-то отмечать. Всегда с карандашом сижу. Иначе я никогда не читал. Это хорошая привычка. И действительно, потом, когда на уроки приходишь к своим ребятам… У тебя уже все готово. Да. Урок расписан. Открываем заметки. Уже достаточно книгу открыть. Конечно. И вот я про электронный формат, собственно, говорю. И послушав аудиокнигу, понимаю, что серьезную литературу в аудиоформате, по крайней мере, на мой взгляд, слушать тяжело. Хотя некоторые мои ученики, да, они слушают. И приходят на урок, именно прослушав. Но разные же восприятия есть. Да, да. Все-таки литература – это творчество. Это творческий предмет на самом деле. Ну, потому что и читать литературу, да, нужно. Оп, ну ладно. Упал на колпачок. Егор, а ты читаешь книги перед уроками или нет? Или не слушаешь? Я обычно слушаю. Слушаешь, да? Удается понять, воспринять. Ну, воспринять, возможно, не так легко, но понимаю. Действительно понимает. На уроках работает активно. А есть такая проблема, что дети не читают произведения перед уроками? Ну, конечно. Я бы слукавил, если бы сказал, что нет. Действительно, эта проблема существует. Как боретесь? Как? Тесты на знание текста. Это, естественно, да. Ну, это жестоко. Но мы подходим. А, как иначе? Нет, это крайне, скажем так. Я стараюсь заинтересовать, конечно. Перед тем, как мы начнем читать какое-либо произведение, я же понимаю по программе, кого мы будем читать и какое именно произведение автора будет прочитано нами и проанализировано. Можно же ребят заинтересовать, рассказать об авторе, прочитать абзац небольшой, какой-нибудь такой метки, который их зацепит, им захочется прочитать его в итоге. Это про этот рассказ, эту повесть. Пока до романов мы еще не доросли, не дошли. Будем роман скоро читать первый. Вот именно таким образом к обязательной литературе, которую мы в школе проходим. А на самом-то деле дети читают, читают то, что им интересно. Я очень часто вижу у ребят на столах графические романы. И самые различные, в том числе серьезные. Недавно Мауса видел про, знаете, про концлагеря. И автор передает в графическом исполнении историю мышей людей. И это аллегория получается. И дети сейчас переходят, они не классическую литературу читают, а современную. То, что вот действительно им интересно. Фанфики. Да, «Метро 2033». Вспомнил название. И это я вижу у них на столах. И когда у нас было… Ну, «Метро» на самом деле тоже такая очень глубокая книга. И интересная. И там есть над чем подумать. То есть дети именно такую литературу сейчас читают. И я задумываюсь иногда, хорошо ли это. На самом деле хорошо. Значит, они работают с текстом. Они читают. Они с печатным текстом имеют дело. И это здорово. Тоже не могу не спросить. Современная литература бывает разная. Была книга такая, Мефодия Буслаев. Не знаю, читаю его или нет. Но, видимо, мне как-то она досталась в нехорошем издании. Там было столько ошибок орфографических и пунктуационных, что было страшно, просто невозможно. Как с этим быть? Сталкивались с таким в современной литературе, в современных книгах? Егор, вот ты что-нибудь такое замечал? Если честно, я не очень люблю читать. Больше нравится писать, да? Видимо, слушать. Но вы видели ошибки орфографические в книге? Естественно. Конечно. Знаете, об этом сейчас заговорили. Название я не вспомню. Это произведение. Но на защите магистерских работ, я окончил магистратуру, мы разбираем... Девушка, моя одногруппница, защищала работу по роману, в котором... Ну, его очень тяжело читать. Я не осилил. Я уже потом в библиотеке взял книгу посмотреть. Краткое содержание. Да, так и пролистал. Вопрос даже не то, что орфографические, пункционные ошибки, а элементарные речевые ошибки, грамматические ошибки в построении предложений и пытаются это выдать за какой-то идиостиль, что я автор, я так вижу. Но ведь это размывает границы языка. Это... Мне всегда это напоминает латинский язык. Латинский язык же... Поздний латинский язык называется вульгарным, насколько я помню, да? И как он стал вульгарным, скажем так? Именно из-за того, что начали размываться эти границы, нормы. И латынь исчезла, как язык. И только используется в медицине, в терминологии, в грамматике. Да, да, да. И я понимаю, что наш язык это... Да, на филфаке, филфаке. Я понимаю, что навряд ли наш язык ждёт такая участь, но, опять же, параллели проводить никто не запрещает. Ты задумываешься иногда, к чему идёт наш язык. Егор у нас сидит, молчит. Давай поговорим с тобой ещё, Егор. А вот что тебе нравится в уроках Артёма Андреевича? Ну, наверное, его прям подача уроков этих. У нас, получается, недавно был открытый урок в седьмом классе. И Артём Андреевич в начале урока прям отыграл мини-сценку. Это было прям восхитительно. Я не ожидал такого. Как интересно. Это учитель года. Я участвовал в этом году в учителе года. И на муниципальном уровне получил второе место. Собственно говоря, одна из причин, почему я получил эту премию. Я так думаю. На будущий год, я надеюсь, что уже и первое будет место. Вот. И урок я давал по необычайному происшествию с Владимиром Владимировичем Маяковским летом на даче. Что-то забыл из названия. Наверняка. Владимира Маяковского. И мой урок, да, действительно, вот с таким элементом, был с элементом тетриализации. Врываясь в кабинет в образе Маяковского. В 140 сон, закат, пылал музыка. А я представляю, шок детей в этот момент. Да. И так же удалился с урок. Мы с ребятами. Светить всегда. Светить везде. До дней последних донцев. Светите никаких гвоздей. Вот лозунг мой. И дети. И солнце. И я. Кипу надеваю и ухожу. Прекрасно. Да. Но это... Я долгое время занимался в театральной студии. Белый рояль, да? Да. С самых детских лет меня театр просто завораживал. Обожал. Я мог ночами напролёт сидеть, смотреть театральные постановки. Малого театра, большого театра. Театр сатиры. Обожаю театр сатиры. Ревизор, на мой взгляд, лучше всех. Поставил себе в рекомендации. Да. И когда мне удалось попасть в такой театр, довольно независимый, Виктор Фёдорович Шлык, я думаю, частый гость тоже на Абакане. И во многом мне именно театр помог при работе в школе. Конечно, когда урок литературы ты превращаешь не просто, вот мы анализируем произведение, а превращаешь в мини-спектакль, дети это запоминают. И потом к литературе совершенно по-другому относятся. А к русскому языку, Егор? Как тебе уроки русского языка? На русском языке мы тоже стараемся хорошо себя вести, помогать Артёму Андреевичу. Он объясняет нам всё очень хорошо, детально. Мне очень понравился сейчас вздох Артёма Андреевича. Всякое бывает. На вопросе хорошо себя вести. Под подростковый возраст. Ну да. Это понятно. Никуда не денешься. Как-то вы участвуете в уроках? Кроме того, что вы, естественно, выходите и отвечаете у доски, может быть, тоже вы как-то участвуете в театрализованных моментах, ещё что-то такое? Или вы своим поведением устраиваете театр? Ну, скорее всего, второй вариант. Ну, у нас есть такие одноклассники, которые задают вопросы. Иногда, конечно, не по теме урока, но всё равно. Ну, кстати, вот об этом тоже не по теме урока хотелось поговорить. Отношения между учителем и учеником сегодня в современном мире – это жёсткое разделение на авторитета и на ученика? Или это всё-таки диалог между людьми? Это диалог. Анна, я заговорил. Артём Андреевич заговорил первый. Говорят, что главный диалог, но мой авторитет. А иначе никак. Допускать понебратство просто непозволительно, и это разрушительно для самого ребёнка на самом-то деле. И вот этих отношений учителя-ученик. Никто не говорит о том, что должен быть такой тоталитарный, авторитарный режим. Режим, что-то в политику пошёл. Именно вот такое допускать нельзя. Ну, то есть у ученика не должны трястись коленки, когда он уже ходит на уровень, да, прежде всего. У вас трясутся коленки, когда вы ко мне идёте. Только когда, наверное, контрольные работы, да? Которые очень жёсткие. Тест по проверке знания текста. У вас не часто бывают тесты на знания текста. Спасибо. Спасибо и на этом, да. Как удаётся вот этот диалог построить? Я обратила внимание на ваше общение с Полиной, вот сейчас с Егором. У вас индивидуальный подход к каждому ученику получается. Чувствуете вот этот индивидуальный подход? Ага. После школы приходится оставаться, чтобы проверить стихи, править стихи? Конечно. Я много раз заходил к Артёму Андреевичу. Ну, сам идёшь или за уши тащат в кабинет? Когда встречу назначат, тогда я и прихожу. Ну, я на самом деле в школе 24 до 7, как это сейчас принято говорить. Ну, это действительно такая очень сложная профессия, очень сложный труд, кстати, пока у детей счастливых каникулы, пока они могут читать то, что хотят, чем учителя занимаются? Работают. 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 ЕГЭ, ОГЭ, организаторы. Кто? Учителя. В этом году был в предметной комиссии по литературе ОГЭ. Проверяли. Тоже очень, наверное, почётно, не знаю, волнительно для меня было именно проверять литературу. Литература довольно субъективный предмет, творческий предмет. И ребята зачастую подменяют то, как я вижу, и авторская позиция. Мы же учим ещё их увидеть, авторскую позицию, увидеть автора в этом тексте. А в литературе это тоже очень важно. Это я уже, Игорь, по русскому языку, позиция автора. И всё на свете. Сразу же об этом думаешь. Но, тем не менее, литература довольно субъективный предмет. Артём Андреевич, как так получилось, что Вы стали учителем? Вы же недавно совсем работаете в школе, всего 4 года. Что Вас подвигло? Это при том, что Вы ещё были в театре. То есть у Вас практически другая дорога могла бы быть сейчас. Ну вот почему? Почему школа? Почему русский язык и литература? Я мечтал об этом с класса 5-го. Я, насколько помню, своей учительнице русского языка и литературы, Кривохиже Ирина Николаевна, я в 20-й школе учился. Я к ней подошёл, сказал, я буду учителем русского языка и литературы. И это устойчивое желание, оно со мной с 5-го класса. И в 11-м классе я прекрасно понимал, что я буду поступать на филологический факультет, что, собственно говоря, я и сделал. И пошёл в школу работать. И мне повезло, что я попал в гимназию, я так считаю. Потому что и дети довольно мотивированы, и приятно с ними работать. Коллеги очень тепло приняли. И в целом, вот я сейчас уже так думаю, а смогу ли я уйти из школы? Нет, сразу же взгляд. Нет, как, Егора, молчаливый ужас. Просто забегали зрачки. Нет, только не это. Егор, а ты хочешь стать учителем? Или у тебя другие планы на жизнь? Скорее всего, не смогу. Почему? Как ты думаешь? Да вот по всем рассказам, что это очень трудно. Не у многих получается. Да и у самого, мне кажется, желания у меня нет учить детей, да? Ну, как в фильме «Служебный роман», да? Ошибки врачей видны сразу, а ошибки учителей видны через много лет. Не страшно вот эту ответственность, не дали? Страшно. Каждый день на урок идёшь и думаешь, а если я напишу «Юмный» с одной стороны? Ну, если они заметят мою ошибку. Это похвально на самом деле. Мы все люди. Я не придерживаюсь вот такой позиции, что я не могу ошибиться. И если я ошибся, я признаю свою вину. Ребята, они же приходят на урок не только получить знания о русском языке, проанализировать произведения со мной вместе под моим чутким руководством. Нет, они ещё и приобретают социальный опыт, опыт общения. И если учитель показывает, что он не может свою ошибку признать, то как потом ребёнок сможет это сделать? Мы с детьми находимся… В равных условиях практически. Да, и постоянно, иногда задумываешься, они же в школе находятся больше, чем дома, с родителями. И мы для них, конечно, являемся примером, как бы то ни было. Кстати, я сейчас пытаюсь вспомнить, юный же вроде как с одной и напишется. Это первообразный прилагательный. Да, да, да. Ошибки-то в этом нет. Так же как зелёный. А если справляем написать, то да. А первообразный пишется с одной. А вот ещё такой вопрос. Вообще, если мы будем искать знаменитых учителей в интернете, от самого простого иду, то это всегда мужские имена. А у нас в школах как-то принято работать женщинам. Вообще, учитель — это мужская профессия или нет? Вот здесь я ещё и коснулся бы того, о чём Егор говорил по поводу профессии. А каждый спросил, может ли он стать учителем. Знаете, я придерживаюсь такой позиции в этом вопросе. Нужно… Сразу строки вспомнились. Может быть, вы подскажете поэта, не Левитанский, что ли? Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает для себя и так далее. Здесь то же самое в выборе профессии и в целом в определении, да, профориентации. Нужно исходить от себя. Я понимал с пятого класса, что я хочу быть учителем. Я себе не препятствовал, несмотря на то, что, да, действительно, это сложный труд. Меня отговаривали мои учителя, особенно в одиннадцатом классе. Подумай, поддержки дома я тоже не обнаружил. Потому что зачем тебе это нужно? Это сложная профессия. Я пошёл, я работаю. И у меня была возможность сменить профессию. Я остался в школе. Потому что я понимаю, что это моё призвание. Мне это близко. И я хочу этим заниматься. Я получаю это в удовольствие. И вот разделение на мужскую, женскую профессию, но оно не актуально в современном мире, на мой взгляд. Лишь только в каких-то узких специальностях. Главное идти от себя и выстраивать с собой внутренний диалог. Если ты хочешь быть учителем, почему бы и нет? Хочешь быть парикмахером? Опять же, к этому и нужно стремиться. Когда человек занимается тем делом, которое ему по душе, он и достигнет успеха именно в этом деле. И ему не придётся работать ни один день, но это неправда. Работать придётся много. Но рутину никто не отменял, к сожалению. В любом случае, да, на одном таланте далеко не уедешь. Всё-таки придётся работать и над собой, и над окружающими. И придётся учиться. Такой ещё вопрос. Вот, Егор, понятно, что очень много сейчас молодёжного сленга, очень много заимствований. И вы на одном языке разговариваете с Артёмом Андреевичем или всё-таки на разных? Ну вот эти все молодёжные слова, я их не знаю, к сожалению, нельзя привести. Я их тоже. Но их же очень много, и с интернетом связанных, с новыми реалиями, те же самые, как я сегодня уже говорила, фанфики, очень много с пандемией, очень много таких современных молодёжных именно слов. Вот ты их употребляешь вообще в языке или стараешься говорить на литературном русском языке даже в переменах? Ну, иногда бывает, но я их тоже толком-то и не знаю. Иногда могу что-то услышать и думаю, что это такое, опять что-то новое. Ну, каждый день они практически везде теперь. И появляются с огромной скоростью. Да, в связи с глобализацией, взаимопоникновением культур это происходит действительно. И я тоже слышу, когда эти новые слова, мне всегда интересно, что они обозначают. Я от ребят услышал слово, я спрошу. Говорю, но если это что-то нецензурное, мне не говорите сейчас. Вы с полудиста 18 лет придёте, скажете. Хорошая тактика, кстати, да. Ну, действительно, да, что-то. Я от них услышал кринж. Я спросил, что это, я помню, именно в В-классе. Что это? Что такое кринж? Что-то такое ужасное, мерзкое. Что-то постыдное, насколько я понимаю. Хорошо, спасибо. Очень много сегодня нового узнаю я тоже. Я так поняла, что вот вас, Артем Андреевич, реально заботит, реально, простите, действительно заботит состояние русского языка. То, как он развивается и то, к чему он идёт. Как вы считаете, вообще русский язык нуждается у нас в охране? И популяризация грамотности в современном мире нужна или нет? Естественно. И нужно начать именно с того, что слышим, что слышат ребят, что слышим мы. из всех средств получения информации и телевидения, и газеты, ну, газеты уже ребята навряд ли читают. Мы ещё, я читаю газеты. Из различных источников информации должна звучать грамотная речь. Когда она будет образцовой, в этом плане мне на самом деле близки дикторы центрального телевидения ещё советского времени. грамотная речь, дикция чёткая, всегда приятно слушать. И вот я считаю, что именно нужно с этого начинать. Но когда ты включаешь телевизор и видишь, что популяризацию странных, на мой взгляд, ценностей, именно вот этот прагматизм материальный, избыточный. Конечно, мы не можем жить без денег, без каких-либо благ, но тем не менее о душе тоже забывать не нужно. Но, к сожалению, на данный момент я вижу, что это пропагандируется. А ведь эта культура, язык – это тоже часть культуры. Язык, он формирует культуру в какой-то степени. И когда такое видишь, знаете, я включил один известный телеканал, ненадолго буквально, и вчера, вчера или сегодня, я не помню, какое время суток было, на самом деле, может, это уже и ночь было. Но у учителя работают очень много, да, судя по тому, что… И день рождения Клары Цеткин, произношу, был недавно. И что о ней говорят? Буквально мы подарим ей, я подцитирую, и мы подарим ей самый ценный подарок – 40 секунд эфирного времени. И что о ней говорят? Только о личной жизни. И именно такие довольно грязные, я бы сказал, подробности личной жизни. И задумываешься. Ведь на самом деле тоже, если открыть социальные сети, если начинаешь читать о писателях, о поэтах, очень часто именно вот эти пикантные подробности какие-то из их жизни, они освещаются. Не говорят о творчестве, не говорят о том, что было создано этим великим человеком. Нет, именно полоскают грязное белье, но по-другому не скажешь. И действительно, и это видишь, и ведь ребята тоже подходят именно с такими вопросами. Не буду сейчас их уже озвучивать. Но подходят и спрашивают. И действительно, это хорошо, что спрашивают. Это хорошо, что спрашивают, да. Вот этот вот почемучек, почемучки в них остаются, это очень здорово, когда почему, а зачем, очень отрадно слышать, значит, интересуются этим миром, интересуются своим предметом. И вот это какая-то то ли это пропаганда, то ли что, не знаю. Вот это беспокоит. Ну, есть такое мнение, мы имеем ту культуру, которую заслуживаем, да. Никуда от этого не денешься. Буквально тоже на прошлой неделе разговаривала с режиссером Московского театра 111. Да, он сказал, что телевизор надо запретить и детям не показывать. И что театр должен нести образовательную роль, прежде всего. И социальные сети он тоже, правда, продолжил запретить. Ну, понятно, от этого никуда в современном мире не денешься. Весь вопрос в том, наверное, как человек относится к тому, что он видит и что он воспринимает из увиденного. Но мы говорим, если о школьниках, ведь они, как будто ни было, не обладают достаточным социальным опытом. Может быть, где-то критическим мышлением достаточным, чтобы подойти критически к какому-либо материалу, который они прочитали. Ну, вот для этого нам и нужна литература и русский язык, согласитесь, да. Чтобы мы вырабатывали критическое мышление, учились думать и чувствовать, прежде всего. Егор, у тебя есть любимый писатель? Ты у нас уже так давно молчишь? Нет. А поэт? Нет. Тоже нет. А почему ты тогда пишешь стихи? Как так получилось? Сам даже не до конца, наверное, понимаю. Но это вдохновение какое-то, как Ахматова писала, да? Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи неведгая стыда? Или это тебя заставляет, Артём Андреевич, всё-таки? Ну, иногда прям приходит что-то на ум, и ты сидишь и размышляешь. Ну, когда я составлял стихотворение, у меня иногда не получалось ничего. А иногда были моменты, когда ты сидишь и пишешь. То есть, всё-таки вдохновение? Ну, скорее, да. Муза, вот тоже Ахматова вспомнили. Я обожаю Ахматова. А мне кажется, да, я вот смотрю на вас, мне кажется, вы очень любите серебряный век литературы, да? Поэзию серебряного века, да? Маяковский, Ахматова, наверное, ещё Гумилёв. И Акмисты мне близки на самом деле, это правда. И у Ахматовой вот тоже в тему. Когда я ночью жду её прихода, жизнь, кажется, висит на волоске, Что юности, что горе, что заботы, Перед милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Тыль Данту диктовала страница ада? Отвечай, я. Вы понимаете, муза, она тоже приходит неожиданно, да, Егор? Это правда. Здорово. И ещё, я так поняла, вы очень любите Маяковского. Ой. Не очень. Сомнительное отношение к творчеству, да? Или сомневаетесь? Мне очень нравится его стихотворение «Послушайте». Действительно, я его выучила и очень часто повторяю. Такое для меня очень значимое. Очень нравится именно эта строка его в этом стихотворении, те образы и то, зачем зажигаются звёзды. А у вас как с Маяковским? Я всё-таки, скажем, к лагерю. Ведь когда сформировались литературные чтения, течение, прошу прощения, Ахматова и Маяковский всегда были полярными. По разным местам. Да. Тот, кто читает Маяковского, как может читать Ахматова? Недавно читал. Можно, я согласен, да. Но когда-то сформировались только поэты. И Маяковского, я для себя, я думаю, что я открываю всё ещё. Я бы так ответил на этот вопрос. Хорошо. Давайте ещё поговорим о современной литературе. Вообще нужно ли читать современную литературу? Это литература? Литература ли это? Или нет? Что мы понимаем под современной литературой, смотря? Ведь несколько подходов есть. И кто-то считает, что 60-е годы XX века – это тоже современная русская литература. У меня так удивительно это было, на самом деле. Валерий Павлович Прищепа, помните его? Да, царство ему небесное. Прекрасный педагог. И он у нас вёл тоже современную литературу. И мы как раз и говорили о таких фамилиях, о таких людях, как Вампилов, Рпузов. Это же тоже, на самом деле, в какой-то степени современная литература. Шукшин. С удовольствием их читаешь. Сейчас Петрушевская, Улицкая. Я современную литературу, я не могу сказать, что я её читаю в должном объёме. Я знаю, кто что публикует, пишет, но не углубляясь в неё на самом деле. Ну, может быть, это действительно так. Просто интересно тоже отношение современных писателей к языку. А ещё такой вопрос. А можно назвать тех людей, которые составляют современную эстраду, современными поэтами? Ну, вот молодёжных исполнителей. А, вы имеете в виду? Да, вот всех тех. Там Клава Кока, там, не знаю, Моргенштерн. Что это, поэты или нет современные? Вот, Егор, ты как думаешь, это поэзия или нет? Ну, скорее всего, да. Потому что сейчас всё постоянно меняется. Поэтому и, скорее всего, поэзия должна в скором времени измениться. Ну, просто сейчас людям нравится то, что, например, в далёком-далёком прошлом люди бы посчитали чем-то ужасным. Никогда бы это не приняли. Артём Андреевич? Ой, снова этот вздох. Снова, ой. Ну, это поэзия. Вопрос в том, какая это поэзия. Насколько она ценна, да, для людей. Я думаю, здесь время всё расставит по местам и будет понятно. Да, мы сейчас не можем утверждать. Посмотрим. Да. Потому что бывают примеры. Потому что, ну, тоже вспоминаем, Ахматову тоже не принимали. И критиковали за эту перчатку с левой руки. Ой, потрясающе, конечно. Конечно. А как критиковали, опять же, да. А сейчас мы зачитываемся, цитируем, естественно. Всё время расставит. Вот ещё такой вопрос. Сегодня стартовал фестиваль «Мир Сибири». Кстати, спасибо, что не поехали в него, а пришли к нам на эфир. Фольклор, русский народный фольклор, хакасский фольклор нужно изучать в школе или нет? Да. Вот у меня всегда так или нет? Я считаю, что, естественно, нужно. Это наши истоки. Из фольклора... Ну, нельзя сказать, что, конечно, из фольклора формировалась русская литература всё-таки с принятием христианства. Но, опять же, это наши корни. Это то, что уходит в глубину веков. И те крупицы фольклора, которые остались, ведь не всё сохранено на самом деле, мы, конечно, должны чтить. И здесь не сколько даже о литературе мы говорим, а сколько в целом и в совокупности. И танцы, и обряды. Конечно, это нужно. И мир Сибири, я считаю, прекрасный фестиваль, и очень ценно, что происходит популяризация именно фольклора, и причём не только русского, да, но и малых народов России. И уже завтра туда приеду, и мне очень хочется посетить площадку, где будут показаны самые различные обряды, какие-то такие изюминки, фишечки, не знаю, каждого народа, каждого малого народа, населяющих нашу Россию. Это, на самом деле, очень ценно. Интересно. Егор, ты не собираешься ехать на Мерсибири? Нет, не интересуется, да, тебя пока фольклором? Может, маленький ещё. Ну, наверное, да, к этому тоже надо прийти, наверное. У нас осталось буквально 4,5 минуты, 4 минуты до конца эфира. Давайте, во-первых, передадим привет и вашим ещё ученикам, и вашим одноклассникам, кому хочется передать привет. Кому хочется передать привет. Может быть, другим учителям. Ансу по Валентине Михайловне. Конечно, естественно. Это кто? Это учитель математики, алгебра геометрии. Всё, больше никому не хочется передавать привет, Егор. Артём Андреевич, коллеги? Коллеги, конечно, и, во-первых, кафедры русского языка и литературы гимназии Галине Юрьевне Дударевой, которая была моим наставником и остаётся по сей день, потому что я всегда к ней прихожу с какими-либо вопросами, всегда поможет, выслушает. И у меня это, конечно, для меня это очень значимо. Значимо, да. Бобровник Ольга Владимировна, тоже всегда к ней подхожу с какими-либо вопросами. Снежана Валерьевна Иптышева, Нина Васильевна Купавская и Оксана Ивановна Гилёва – это наши русисты гимназии. И всегда к ней могу подойти, всегда поговорить, всегда очень тепло после общения с моими коллегами и в целом коллективу гимназии, конечно. Современные методы преподавания, вот что-то такое совершенно новое используете? Всё новое. Там интерактивные доски, телевизор есть в классе? Бывает. Смотря в какой кабинет попадёшь. Они же сидели в связи с ковидом, сидели в каждом в своём кабинете класса. Они закреплены были. И телевизор был в В-классе, это ученик В-класса. Всё новое – это хорошо забытое, старое на самом деле. На открытом уроке, который я давал в рамках Учителя года, я использовал технологию Кроссенса, мне очень понравилось. Когда мы последовательно восстанавливаем сюжет какого-либо произведения, и это всё происходит ассоциативно. Различные картинки можно подготовить, могут ребята сами рисовать. И в итоге мы должны прийти к проблеме, к подтекстовой информации, то, что скрыто за текстом, к идее этого произведения. И это очень наглядно. Ребята сейчас с удовольствием именно такую наглядность воспринимают, им это легче. Интересно, это действительно интеграция культур и способов преподавания материала. У нас осталась буквально минута. Артём Андреевич, что для вас вот эта самая премия? Какие чувства вызываются? Что-то она дала вам? Какую-то уверенность в себе, может быть? В том числе и уверенность в себе. Молодому педагогу тяжело. Все учителя-стажисты – это небожители, это просто корифей каждый из них на самом-то деле. И когда наблюдаешь за ними, всегда думаешь, а как я веду урока, какие у меня ошибки. Всегда хочется соответствовать именно мастерству своих коллег. И в том числе эта премия, то, что получил второе место на учреждении года, и победы моих ребят в том числе. Это все, конечно, мотивирует, поддерживает меня. Но, наверное, самые ценные – это все-таки победы ваших учеников, да? Чувствуете прям, наверное, гордость за них безумную? Конечно, ну, в каждого вкладываешь, конечно. Это видно, еще раз повторюсь, да, видно, что у вас индивидуальный подход к каждому ученику. Спасибо за то, что пришли сегодня к нам. Спасибо тебе, Егор, за твои прекрасные стихи. Надеюсь, ты будешь писать и дальше, это здорово. Надеюсь. Да, и будете побеждать и дальше, и больше будет еще самых различных премий и побед.